Дамы и господа, добрый день. Центр инвесторов Китфинанс приветствует вас на нашем брифинге, посвященном стратегиям на срочном рынке. Меня зовут Архипов Андрей. И сегодня мы обсуждаем, что можно сделать с фьючерсами и акционами в сложившихся и непростых обстоятельствах. Запись этого брифинга вы сможете посмотреть на нашем канале на YouTube. Сразу после меня, через 2 часа в 15.00, моя коллега Елена Беляева представит свой взгляд на рынок с точки зрения техники. Кроме того, сегодня мы обсуждаем в 17.00 про алкалий, что будущее готовят этой бумаге, которая не так давно попала в список голубых фишек, и по ним теперь можно даже шарты открывать. 18.00, 15.00, брифинг итогов, и, в общем-то, 18.00, семинар по стоп-заявкам, посвященному сквике. Если вас эти вопросы интересуют, пожалуйста, Центр инвестора Китфинанс готов поделиться с вами темнейшей информацией. Итак, давайте посмотрим, что у нас происходит на рынке. Сегодня я бы хотел вам в очередной раз напомнить про такой микс, как индекс волатильности, который у нас есть на рынке, рассчитывается биржей РТС по ценным аукционам с ближайшей экспирацией на фьючерс и на индекс РТС. Как видите, сейчас небольшое расхождение показаний. показаний индекса и движения в базовах. Сейчас мы видим некоторое расхождение движения цен. С начала нашего рыночного роста волатильность все снижалась, снижалась, снижалась и доснижалась до 7.00 октября, после чего даже при наличии роста на рынке волатильность у нас остается в боковике, что мы сейчас видим в районе от 50 до 50 бетипунктов. Сейчас мы говорим о том, что ожидаемая волатильность находится в зоне выжидания и не исключено, что в ближайшее время возможны сильные изменения этого показателя. Итак, что мы можем делать? При ожидании, соответственно, роста волатильности и падения, то есть в этом случае мы с вами будем зарабатывать не только на падение цены базового актива, как такового, но и на росте волатильности. То есть до экспирации тех же ноябрьских опционов, на которых я показываю этот пример, еще достаточно долго времени, и поэтому влияние изменения волатильности на цены опционов у нас значительное. То есть если мы с вами посмотрим, ну давайте посмотрим, что у нас тут по 140. Вот там текущее значение веги у нас составляет 151 пункт. Это значит, что при изменении волатильности на 1% пункт опционная премия изменится на практически 152 пункта. А это на скидке где-то получается около 2-3%. Соответственно, если цена будет падать, мы будем иметь прибыль не только за счет падения движения цены базового актива в нашу сторону, но и за счет роста волатильности. Первый вариант развития событий. Также можно применить классический вариант покупки волатильности. Одновременно покупка коллабута. Если мы так делаем, то график наших прибыли и убытков будет выглядеть следующим образом. И когда бы цена не пошла, мы будем иметь прибыль. В этом случае мы имеем рыночную нейтральную позицию. Главное, чтобы цена куда-то продолжила свое движение. В текущих условиях не исключено, что на таком спекулятивном заносе, когда рынок вырос в основном за счет Сбербанка, а Сбербанк, как вы знаете, у нас очень спекулятивная бумага, которая особо к ничему не привязана, такая, так сказать, вещь к себе. И очень часто по ней видны срывы стопков и все остальные моменты. Если действительно это подтвердится, предположение, что рост был спекулятивный, мы видим, что западные рынки, скажем, не настолько выросли по сравнению с нашим, то мы ожидаем, может быть определенная коррекция. И, в общем-то, расхождение фьючерса, движения фьючерса, ой, прошу прощения, движения индекса РТС и неизменения, не снижения волатильности по индексу, также может говорить о том, что в ближайшее время у нас вполне возможно падение и в текущих ценах на опционы заложено то, что цена будет снижаться. Поэтому вот две стратегии, которые, на мой взгляд, представляют определенную актуальность в сложившихся обстоятельствах. Ну и кроме того, например, к купленным путам можно добавить какие-нибудь проданные колы вне денег, то есть колы примерно со страйком. Так, давайте посмотрим, что тут у нас есть. Ну, со страйком примерно 160, 165, 170 тысяч, то есть те значения фьючерса на индекс РТС, которые в давлевшем месте могут быть особо и не достигнуты. В этом случае мы будем иметь вот такой вот опционный профиль. Конечно, на продажу было бы неплохо поставить побольше контрактов, чтобы компенсировать расходы на покупку опционов. Ну и, соответственно, профиль стратегии у нас будет выглядеть вот таким образом, что очень похоже на тот же просто короткий фьючерс. Ну, что нам предлагает рынок на сегодня. Как вы прекрасно понимаете, все инвестиционные решения вы принимаете на свой страх и риск, поэтому будьте, пожалуйста, внимательны. Этот обзор приготовлен чисто в информационных целях. Если у вас есть какие-то вопросы по срочному рынку, пожалуйста, задавайте. Я еще с вами. Если у вас вопросов нет, то, дамы и господа, спасибо за внимание. Спасибо, что были с нами. Встретимся с вами в это же время, в пятницу. Обсудим итоги недели, обсудим новые стратегии. Всего хорошего. До свидания. Субтитры сделал DimaTorzok